Школа-интернат села Некрасовка отметила свой 85-летний юбилей. На праздничное мероприятие собрались гости, многочисленные выпускники и учащиеся. Всех приглашенных поделили на группы. Как только прозвучал школьный звонок, бывшие учащиеся школы разошлись по кабинетам, думать над поздравлениями в честь юбиляра, а для дорогих гостей была проведена экскурсия по тихим школьным коридорам. Кратко об истории нашей школы. Если говорить о здании, то нашим зданиям 55 лет. Но как же тогда быть с нашими прежними выпускниками? Мы в последние годы вплотную занялись историей нашей школы. И по архивным данным оказалось, что первое упоминание о начальной школе – это 1932 год. Я думаю, что даже и нас тогда никого еще не было. И за прошедшие 85 лет наша школа, от начальной школы, превратилась в 7-летнюю школу, потом в 9-летнюю школу и, наконец-то, приобрела статус нашей школы уже 11-летней. Подготовка к юбилейному выступлению проходила слаженно и с юмором. Отряд! Равняйсь! Смирно! Вперед! Шагом! Марш! Раз, два! Три-четыре! Три-четыре! Раз, два! Поздравляю всех выпускников, бывших выпускников школы-интерната, Рыбновской школы, Некрасовская. Еще у нас была культбаза на обзоре Сладком. В село Крепичики. В Крепичиках мы учились в начальных классах. В этой школе учились уже мои дети. Чем примечательно, что я хочу отметить, то, что там, в интернате, когда мы учились, мы учились по системе Макаренко. То есть мы все делали самостоятельно. Я один год даже была заведующей столовой. Вспоминается это то, что военные игры, всякие спортивные состязания, в которых мы занимали первые места, самодеятельность. И все, и плюс самообслуживание, и мы все это успевали. Еще успевали отлично учиться. Начальная школа номер 10 поселка Некрасовка, Ахильского городского отдела народного образования открыта в 1932 году. С этого периода школа сменила много различных зданий и статусов. Но становление образования Некрасовских девчонок и мальчишек в этом году празднует 85 лет. День сегодня юбилей! Это в нашей школе! Где встречают всех друзей! Это в нашей школе! На юбилейном торжестве вспомнили всех директоров школы-интерната. А одним из самых почетных гостей была вот эта скромная женщина, одна из первых руководителей учреждения. Я поздравляю, конечно, педагогов, учителей. И знаю какой-то нелегкий труд, где нужно терпение. И самое главное – любовь к детям. Без этого воспитания, обучения никак не может. И, конечно, очень хочу, чтобы выпускники этой школы обдуманно поступали в те учебные заведения, которые им пригодятся в дальнейшую жизнь. За годы успешной работы школа выпустила во взрослую жизнь людей, которые в будущем смогли получить престижные профессии. Среди выпускников – капитан дальнего плавания, кандидат экономических наук, преподаватели, работники нефтегазовой промышленности, врачи, офицеры, юристы, адвокаты. Наша школа была основана 85 лет назад. Тут много было директоров. Сейчас, правда, из них некоторых нет. Сейчас Наталья Николаевна – очень хороший директор. Она очень хорошо руководит и поставила все новое в нашу школу.